Андрей Геннадьевич, для начала вообще расскажите, насколько сейчас тяжело быть предпринимателем? Предпринимателем, наверное, всегда быть тяжело. Это большая, скажем так, ответственность и большое решение для людей. В то же время, если смотреть по численности, да, даже в сравнении, например, с 19-м, допандемийным, как мы говорим, годом, у нас ведь практически численность бизнеса не упала. То есть она как была где-то, причем это объективно, это не статистика, которая налоговая там или какая-то. У нас есть объективный показатель. И причем в 2020 году он прям четко определился. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства, он в июле месяце подает определенную статистическую отчетность, да, для того, чтобы быть включенным в реестр МСП, так называемый. Потому что в 2020 году не все были в этом реестре. Ну вот зачем? Кто-то не хотел, кто-то там как-то еще. А здесь господдержка начала оказываться в связи с Ковиным исключительно тем субъектом, которые были в этом реестре. Поэтому на сегодняшний день это абсолютно достоверный вариант. Так вот, в реестре МСП как было плюс-минус 75 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, так и осталось. Из них порядка 46 тысяч, 45-46 это индивидуальные предприниматели, и порядка 29-30 тысяч это юридические лица, ОООшки в первую очередь, ну либо акционерное общество. Вот эта цифра, она плюс-минус остается. У нас есть еще один момент, так будем говорить, есть так называемые самозанятые граждане. То есть это налог на профессиональный доход, который был у нас принят в 2020 году. И фактически речь идет о том, что человек, занимаясь какой-то деятельностью, не будучи предпринимателем, да, там он печет пироги, может быть, я не знаю, ну, в сросках, да, например, или что-то там еще. У нас на сегодняшний день, на сегодняшний день численность самозанятых в Алтайском крае уже ровно, вот буквально в эти дни превысила число предпринимателей на несколько человек. То есть 46 тысяч с небольшим предпринимателем, 46 и чуть больше уже самозанятых. Кому сейчас сложнее, тем, кто хочет только встать на путь предпринимателя или тем, кто все-таки хочет сохранить свой бизнес? Наверное, сложно сказать, кому конкретно, потому что преимущество молодых или новых, да, то, что они смотрят, что, скажем, есть, да, то есть он начинает дело, там, может, выпускает воду, там, начинает оказывать какие-то услуги, там, парикмахерские, не знаю, может быть, ремонт техники. То есть, во-первых, у него, как бы, энтузиазма, наверное, побольше, да, потому что ему хочется раскрутиться, и для него это новое дело. В то же время он смотрит нишу, которую может занять, он видит где-то со стороны, да, может, где-то сам, как потребитель, что, а вот чего не хватает у меня в селе или в городе, да, в округе? То есть, не хватает этого, давай я позанимаюсь. В то же время есть ведь и стартапы определенные для молодых начинающих предпринимателей, и помощь, например, со стороны управления по труду, да, то есть там есть гранты специальные начинающим, то же самое управление по предпринимательству. То есть, как начинающий человек может получить, получить определенные льготы, да. В то же время, конечно, опытные люди, они уже тоже по-другому немножко смотрят, они тоже ориентируются, говорят, вот надо там дефицитировать бизнес, начать что-то новое. Но у него уже есть база, ему не нужно брать там, может быть, помещение в аренду или такое, как первично. Он уже ориентируется по ситуации, у него уже есть подготовка определенная. Значительно ли уменьшилось количество предпринимателей во время пандемии? Нет, я вот вам и говорю о том, что практически у нас количество не изменилось. Кто-то уходил, это однозначно, но достаточно много тех, кто пришел. Я поэтому то, с чего начинал, что у нас в районе 75 плюс-минус тысяч субъектов предпринимательской деятельности мало в истине предпринимательства, как было, так и остается. И число индивидуальных предпринимателей колеблется, конечно, но незначительно. То есть кто-то, конечно, приходит, смотрит, не получается, тем более в пандемию кто-то что-то не получил. Но в целом, с учетом, наверное, беспрецедентных мер поддержки, а только за 2020 год, за счет, в первую очередь, федерального бюджета, конечно, но и краевого бюджета, у нас по краю оказана господдержка на 9,5 миллиардов рублей. И этого хватило? Да, я думаю, что на самом деле вот те меры, которые в 2020 году именно, когда, ну самое жесткое, вы помните, фактически конец марта, начало апреля и там до конца там мая у нас многие просто были закрыты, многие сферы не работали. Никто не знал это, если так вот сейчас смотреть, это же не только проблема России, это проблема мировая. То есть это была просто паника, никто не понимал, что это, насколько оно опасно, но шли, к сожалению, по пути того, что проще закрыть все, это и в Китае, и в Штатах, и там в Европе, и у нас тоже. Вот Роспотребнадзор считает, что распространяется вот так-то, давайте все закроем, давайте не будем вакцинировать никого, давайте не будем там оказывать плановую медицинскую помощь, вот, чтобы не пересекались люди, да, нигде. Давайте не будем там стричь волосы или там бороду, не будем магазины какие-то, оставим вот только ритейлеров, да, то есть продуктовые, где надо аптеки, ну и еще один известный магазин строительных материалов, да. И у нас задавали вопрос, а почему один строительный магазин работает, а мы закрыты, например. Вот, то есть вот такие вот моменты были, и, конечно, вот моя позиция как уполномоченного всегда, то, что касается, если мы чего-то ограничиваем, да, мы тогда должны предоставить меры поддержки, потому что бизнес не виноват в том, что зашел COVID, он не виноват, что его закрыли. Поэтому я всегда отстаивал вот именно тему, вот в том числе, там, прошлого года, тема 21, да, когда у нас предлагалось перед Новым годом опять ввести ограничения и не ограничить, не проводить корпоративные мероприятия новогодние, а ограничения по времени работы ресторанов, кафе. Люди не понимали, почему до 23 часов можно посидеть, а в 23 часа наступает пандемия, и уже нельзя сидеть. И у нас многие представители общепита, тем более в празднике, говорили о том, что, ну, это же самое время, мы хотя бы вот немножко вышли из этого, ну, дайте нам заработать. Нужно сказать, что вот Виктор Петрович Томенко услышал нас, и именно в отличие от 20-го года, да, когда были ограничения, в 21-м году таких ограничений не было. То есть не было ограничений на корпоративы, так называемые, да, на новогодние все мероприятия. На фоне вот таких, получается, строгих мер, масочный режим, QR-коды, наверное, по-любому к вам обращались предприниматели с просьбой поддержать в данном случае. Вот удавалось как-то помогать? У нас вот были меры, о которых я говорил, вот в том числе у нас как раз в ноябре месяце достаточно много представителей общественного питания обращались, значит, они выражали обеспокоенность тем, что наверняка, как и в прошлом году, будет повторение, им надо что-то делать и проводить. Поэтому вот как раз я считаю, что это вроде как не прямая финансовая помощь, но это должно возможность системе общепита выстоять при второй волне. Это раз. Мы смогли договориться с губернатором, он принял решение, Алтайский фонд поддержки предпринимательства для особо пострадавших отраслей ввел возможность кредитования под 3% годовых. Это очень низкий процент, причем те сферы, которые могли воспользоваться, они намного шире, чем федеральные. Потому что проблема 2020 года, собственно и 2021 по федеральной поддержке была в том, что далеко не все реально пострадавшие сферы торговли, например, были акведы, так называемые, то есть коды по видам деятельности были включены. То есть у нас многие в 2020 году, хотя и не работали, и стояли, они не получали поддержку, потому что просто по сравнению правительства было ограничение по количеству кодов. Здесь у нас те же самые акведы намного шире были, то есть могли получить реально пострадавшие отрасли. Это еще одна мера. Еще одна мера это то, что буквально 30 декабря 2021 года было подписано поставление правительства края, по которому ввели нулевую ставку на полгода с 30 ноября и вот по 30 апреля по аренде земли, земельных участков и государственного имущества, принадлежащего Алтайскому краю. Говоря о сегодняшнем, да, вот многие предприниматели говорят, что на фоне того, что сейчас происходит на Украине, они тоже потеряли какую-то долю прибыли. Конечно, конечно. Ну, во-первых, тот, кто работал в том или ином виде с импортом, они пострадали. Например, торговля, производство, которое использовало запчасти, в том числе сельскохозяйственные, да, например. Те, кто торгует этими запчастями, автосервисы серьезные, да, это как бы тоже тема есть. Поэтому, естественно, они страдали. Многие другие сферы, да. Вот сейчас, ну, скажем так, наверное, первая особо сейчас пострадавшая, то, что все говорят, это однозначно кинопрокат. Потому что мы не видим тех фильмов, которые зарубежные премьеры, на них всегда ходили и на них основные доходы были. Мы будем на нашем конгрессе, на пленарном заседании во вторник в присутствии губернатора, мы будем эту тему озвучивать, в том числе секция наша, которую мы по господдержке проводили в пятницу, то я эту тему буду озвучивать, что давайте, надо посмотреть все-таки, чем на уровне края мы можем помочь. Потому что установить, может быть, налоговые льготы по упрощенке. Они все, наверное, на упрощенке, скорее всего, насколько я понимаю. Может быть, еще что-то. Но мы их этим не спасем. Я не могу сегодня сказать, какая мера достаточная будет для поддержки того, чтобы вся эта отрасль выжила. Мы не сможем наладить выпуск запчастей к Мерседесу. Это однозначно быстро, недаром. У нас даже сейчас обсуждается тема автоваза, который стоит, да. У нас не работает, у нас фактически автомобильный завод УАЗ работает, говорят, и работает китайский завод, да, который выпускает Хавалы, вот, и что-то, по-моему, еще из небольших. А это все стоит. То есть, даже там обсуждается тема выпускать Жигули, условно говоря, Лады в простейшей комплектации, да. Потому что на них тоже, на самых особенно вот продвинутых Ладах, там достаточно большое количество импорта. Поэтому импортозамещение однозначно будет развиваться. Для этого просто надо не полгода.